Всем привет! Сегодня я хочу вам рассказать о своём обновлённом уходе за волосами, потому что как-то зимой мои волосы сами выбирают те или иные продукты, и вот именно склонны больше к одному, а летом к другому. То есть не я выбираю, выбираю мои волосы. И я считаю своим долгом поделиться с вами и рассказать о тех продуктах, которыми я пользуюсь чаще всего, и парочку своих новых штучек, которые тоже вошли в мои... ...используемые продукты. Пожалуй, что нам самого интересного, но потом оставим парочку продуктов. Сейчас хочу рассказать, что именно кардинально изменилось в моём уходе за волосами. Во-первых, я сменила расчёску и я сменила резинки. Долго ходить вокруг да около не буду, расчёска Tangle Teaser у меня в дорожной версии складная. Захотела почему-то именно складную, во-первых, потому что на сайте была скидка. Во-вторых, я так подумала, что я чаще всего ношу с собой куда-то, ну и просто на туалетном столике лучше, если она будет лежать на чём-то, чем просто вот, ну как бы, зубчиками. Имела тут я опыт использования подельной расчёски Tangle Teaser за 41 уже рубль. Что касаемо зубчиков, по мягкости я могу сказать, что Tangle Teaser чуть-чуть пожёстче. То есть у вот этой вот китайской они слишком мягкие и мне что нравится вот в этой массаж головы. То есть они настолько упругие, настолько жёсткие, но при этом не царапают кожу головы, что я очень люблю массаж. И поэтому, когда расчёсываю волосы, мне безумно приятно, я прям получаю оргазм головы Валерия. Извините, пожалуйста. Что касается этой, она слишком мягкая, и у меня иногда порой даже не прощёсывались просто волосы у корней, потому что она не задевала. Да, они разные, это явно получше, но вот правда дать вам в руки вот эти две расчёски с закрытыми глазами, и вы не угадаете, какая из них настоящая. Потому что на ощупь они очень похожи, единственная разница это в расчёсывании. Так что, ну, мне вот кажется, рублей 500 я бы была нормально, красная цена. Огромный просто миф рекламный, заблуждение огромнейшее, и производитель просто уже сел на ухо, обнаглел, грубо говоря. Это то, что после использования этой расчёски у вас не будут выпадать волосы. Кстати, говорится ещё о том, что она не электролизует, и то, что её можно использовать на мокрые волосы. Не знаю, на мокрые волосы в принципе не использую расчёски, даём высохнуть, не расчёсывая. Что касается электризации, то я заметила, что в зависимости от того, каким шампунем я помою, тогда у меня волос будет либо магнититься, либо нет. Расчёска здесь не имеет никакого значения. Но вот что именно касается выпадения волос, для меня это вот такой самый ярый факт, который я схватила. За это я, конечно, готова порвать производителя, потому что волосы у меня выпадают с такой же регулярностью, как и с обычной расчёской. Если мои волосы выпадают, то расчёска меня не спасёт. Если они у меня и так выпадают, то они и с любой расчёской будут выпадать. Если у вас волосы не выпадают, и некоторые расчёски действительно дерут волосы слегка, то возможно вот там голотезер вам будет как-то деликатно их расчёсывать. Но в моём случае, если вот и в чём-то другом уж случае, если у кого-то волосы просто выпадают и с обычной расчёской не выпадают, то они и с этой расчёской будут нормально выпадать. Что касается Invisibubble, то, как видите, у меня одна, потому что другая в сумке, и другая сейчас мне на голове в качестве базы под гульку. Какой-то ужас у меня стал после обычных резинок, я после того, как сделала обычный хвостик, снимаю, у меня остаётся очень много волос на резинке. Я поняла, что мне нужно что-то делать, потому что, ну, у меня и так волосы безбожно лезут, но когда я оставляю на резинке огромный личный волос, мне становится просто жалко. Держит волосы хорошо, не могу сказать, что это та резинка обычная, которая вам всех зажмёт, но мне этого хватает вполне. Действительный минус, я не привыкла переделывать хвосты по сто раз. То есть, если у меня хвост подпал, и я просто беру так его, подтягиваю, с этой резинкой этого сделать не получится. То есть, нужно снимать и заново делать хвостик. И ещё один минус, пожалуй, это то, что она тяжело снимается. Да, после неё вообще не вылазят волосы. Не знаю, как так получается, но реально, когда ты снимаешь её с волос, в ней нет вообще ни одной волосинки. Но снимать её проблемно, потому что она резиновая и как бы проблематична. Ещё что я сменила в плане ухода за волосами, это, так скажем, избавление от первых появившихся секущихся концов. Я раньше этим занималась, но потом вот как-то надо на регулярной основе это делать, но я почему-то всегда забывала, у меня уходили руки. В общем, как-то я это не делала. Где-то раз, наверное, два, нет, раз в две недели я скручиваю волосы в жгутик и тем самым обрезая секущиеся концы. Я думаю, это метод уже всем известен, когда вы берёте маленькую прядочку, сворачиваете в жгутик, и то, что у вас торчит, конечно, не всё. Потому что, просто потому что у вас пушистый волос или лесенка и будет торчать. Если вы видите, что торчат именно секущиеся концы, вы их подрезаете перед мытьем головы. То есть на это уход минут пять, и после того, как ты поможешь голову, волос ощущается намного мягче, прям значимо так мягче. Я забросила маски с маслами, я забросила маски горчичные, которые мне ничего не делало, мне просто безбожно сыпало перх, отчесалось кожей головы, и ужасно, что было. Единственное, что я продолжаю делать, это маски с помощью бальзамов, либо маски покупные, которые прям маски. Хочу вам показать одну маску, которую мне лично, вот я уже показывала ее в фаворитах за 2014 год, и, наверное, буду показывать ещё. Вот эта маска просто находка. Я как-то недавно, может быть, где-то недели три назад видела на ютюбе девочку, не знаю, я так поняла, наверное, блогер, в каком городе понятия не имею, и она ходила в салон, чтобы ей сделали какую-то супер-пупер маску для волос, и реклама была фирмой Revlon. Там примерно вот такой же бутылок этой маски, в чём заключается суть? Ей вымыли голову, и на чистые влажные волосы нанесли почти что всю эту банку на волосы. То есть брали прядку, наносили очень обильно эту маску, и заворачивали в фольгу. И так вот всю голову, ну, там штук, наверное, 6-7 прядей было. Потом просто смывали, и всё. То есть вот это была вся маска. Я так думаю, что эта процедура стоит недёшево, потому что у нас всё так стоит недёшево. Вот, к примеру, вот эта маска, или огромное количество других, которые, например, подходят именно вам. Я использовала, ну, я, конечно, не использовала прям всю банку, потому что, ну, я не представляю, что будет, если я использую всю банку. Я использовала эту и ещё другую маску, которую не взяла, потому что мне не столько нравится. Я сделала эту же процедуру дома. Я вымыла голову, и на влажные волосы разделила голову напополам. То есть здесь у меня было три пряди, и с этой стороны у меня было три пряди. Каждую прядь очень обильно смазывала маской, заворачивала в фольгу, и ходила так, ну, где-то около час. А, кстати, нужно ещё, ну, якобы сделать утюжком, то есть пройтись по фольге утюжком, ну, чтобы создать вот этот тепловой эффект, и чтобы маска её быстрее заработала. Всё сделала как нужно, да, эффект был потрясающий. Вот эта маска, которую нужно делать где-то раз в месяц, я буду её делать, потому что волосы после неё очень мягкие. Они очень гладкие, они блестят, они жизненные, они подвижные. Мне понравился эффект маски, и я поняла, что для моих волос вот это оптимальный вариант. Что касается секущих концов и длины волос, я для себя отметила, и, ну, всё, я решила так, и поняла, что с этим нужно просто смириться. Ваша длина волос, ваша густота волос заложена генетически. Генетически. Это генетика, вы с этим ничего поделать не можете. А об этом играют стилисты многие, об этом играют и врачи, и многие-многие другие люди. Да, у меня в детстве был очень длинный волос, но после того, как мне его обрезали, у меня он больше не растёт. Вот не знаю, может быть, у той женщины были тяжёлые руки, я не знаю почему, но мой волос дорастает до лопаток, и больше он не растёт. Он начинает очень сильно сечься. Я отстригываю там 5 сантиметров, например, секущихся концов. Приходят месяца два, у меня эти 5 сантиметров отрастают до определённого опять-таки момента, и опять эти же секущиеся. Я их опять подрезаю, то есть я просто держу форму мягких волос. Я не могу сделать, чтобы мои волосы были длинными. Если я не отрезаю раз в два месяца вот эти сечёные концы, то они у меня начинают быть выше. То есть у меня не только концы, но уже и середина головы становится сечёной, и никакой длиннее не идёт речь. Ну и что касается ухода всё-таки в плане именно продуктов, вот я на протяжении месяцев трёх, как, наверное, началась зима, изрядно пользовалась какими-то продуктами, чтобы понять, что мои волосы хотят. Поняла, что у меня волосы выбрали сами продукцию от Lush. А что касается шампуня, то у меня пиво для Синти и Океан. Вот пиво для Синти использовала очень мало, хотя ему уже полгода, летом покупала. Но вот зимой пользуюсь довольно часто, но вот он как-то не заканчивается, то есть он очень экономичный. И Океан, всеми знаменитый шампунь-скраб, который с солью, очень классная вещь, мне нравятся оба. Бальзама тоже от Lush, называется ваниль, кондиционер для волос пахнет. Конечно, это просто чудо, невероятно. Увлажнение слабое, именно как вот бальзама, которого я люблю, чтобы вот, например, как маску вот эту для волос я использую иногда как бальзам. От этого не совсем такие прям мягкие, гладкие волосы, но мне нравится, что он очень хорошо подчеркивает мои кудряшки. Вот вместе они мне делают такого барана, что это очень красиво, забавно, и мне нравится то, что они подчеркивают мои кудри. Надеюсь, что в этот ролик принес побольше информации, нежели какой-то другой. Огромное вам спасибо за просмотр, надеюсь, что вы присмотритесь к каким-то продуктам, потому что лично на мне они сработали, и если вы схожи с моими волосами, то надеюсь, что вам этот ролик все-таки помог. До встречи в следующих роликах, пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова